Насколько вы сладкая женщина по знаку зодиака? Занимательный гороскоп. Когда уже кажется, что знаки гороскопа расписаны с любой возможной точки зрения, они могут удивить вас снова. И в этот раз, со сладкой стороны. Хотите узнать, с какой сладостью вас можно ассоциировать и что это говорит о вас? Найдите свой знак зодиака и узнайте, что-то в этом определенно есть. Овен – горячий шоколад. Женщина Овен – страстная и волнующая. В отношениях с горячим шоколадом необходимо поддержание определенного температурного режима страсти, чтобы не дать остыть. Однако это не простой горячий шоколад, а с добавлением пряностей, гвоздики, имбиря, почули и черного перца. Такое, довольно огнеопасное блюдо, не подходит для тех, кто привык к постной кухне, не любит острые ощущения и бурные страсти. Телец – птичье молоко. Эта конфетка имеет наиболее предсказуемую начинку. Спокойная, миролюбивая, напоминающая ласкового теленка, она редко выходит из себя. Птичье молоко – символ домашнего очага, комфорта и уюта, недаром, астрологи полагают, что из женщин-тельцов выходят самые лучшие жены. Однако птичье молоко требует соответствующих условий хранения. Ей необходим надежный партнер, мужчина-коробка, за которым женщина-телец будет чувствовать себя, как за каменной стеной, который укроет от жара проблем и холода невзгод. Близнецы, Рафаэла, создает впечатление невесомости, но это обманчивое впечатление. Каждая женщина-близнецы имеет в своей сердцевине твердый орешек. Многие представители мужского пола знают, что удержать Рафаэла не так просто. Она легко увлекается, но также легко может упорхнуть к другому, если в отношениях начинается скука. Такая несерьезность и поверхностность близнецов искупается их интеллектом и разносторонностью. Рафаэла – источник разнообразия вкусовых ощущений, которые нельзя получить больше ни от какого иного знака. Рак – мармеладка. У этого деликатеса миллионы приверженцев во всем мире. Как мармелад имеет множество нюансов приготовления, так и женщина-рак требует особого подхода, а при неумелом обращении совершенно несъедобна. Являясь существом нежным и ранимом, не терпит слишком сильного любовного перегрева, быстро превращаясь в желе. Молодая мармеладка требует романтики в отношениях. Со временем грубеет или становится тягучей и прилипчивой. Старается не отпускать своего партнера, и многим это очень нравится. Лев – карамелька. Карамель – составная часть большинства конфет, но приготовление ее требует большого терпения. Тогда обычный сахар приобретает свойства жидкого меда с темной янтарным цветом и неповторимым ароматом. Женщина-лев. Карамель – самая обманчивая, с точки зрения мужчин сладкоежек. Ведь она часто прикидывается дорогой штучкой, не представляя из себя ничего особенного. Однако окруженная обожанием, подогреваемая восхищенными взглядами, она особенно вкусна и может украсить самый изысканный праздник. Дева – орешек в шоколаде. Женщина-дева принадлежит к категории твердых десертов, таких как ореховые конфеты, грильяш и пралине. Жизнь девы, как правило, подчинена строгому и логически обоснованному порядку, но раскусить эту женщину с первого раза не удается никому. Неприступность возбуждает мужские вкусы, невзирая на опасность для коронок и пломб. Для начала нужно дать ей немного отаять, а уж потом испытать незабываемый, порой даже яростный вкус страсти. Весы – клюква в сахарной глазури. Глазированная клюква – не только изысканная, но и полезное лакомство. Такой женщины много не бывает. Сахарная или ванильная пудра – недолговечная и хрупка, так что тянуть с поеданием не стоит. Женщина-весы не терпит дискомфорта и грубого обращения, иначе кисловатая горьковатая начинка превратится в винную прогорклость. Скорпион – леденец. Женщина-скорпион умеет замораживать свои желания, но также легко оттаивает. В любви женщины-леденец – наиболее интересный экземпляр. Сначала необходимо помучаться от любопытства, созерцая ее на расстояние. Кусать не рекомендуется, только лишь чувственно лизать и посасывать. Леденец требует умелого любовника, предпочитающего вкус однообразный, но зато долгий. В общем-то леденец не меняется с течением времени, мятный вкус с холодком остается мятным, а кислый – кислым. Этот сахарный кристалл исследовать нужно не торопясь, с наслаждением, откладывать, затем начинать все сначала. По этой причине она нравится многим сладкоежкам. Стрелец – пористая шоколадка. Насколько вы сладкая женщина, все дело в воздушных пузырьках. Воздушный шоколад можно сравнить с шампанским, что создает ощущение праздника на фоне серых будней. У женщины-стрельца взрывной темперамент и характер, по крайней мере в отношениях с ней всегда присутствует ощущение яркости и стремительности. Козерог – вишенка в шоколаде. Женщина-козерог, представительницы этого знака имеют уникальную способность сохранять и консервировать свою красоту и энергию на долгие годы. Обладать такой конфеткой – удача для мужчины. Однако бывает так, что из-за слишком завышенных требований к потенциальному спутнику жизни, она остается одинокой, рискуя превратиться из сочной ягодки, пропитанной теплым запахом коньяка или рома, в твердую замороженную зимнюю вишню без вкуса и запаха. Чтобы отогреть такую, потребуется время. Водолей – безе. Женщина-водолей – безе, французский десерт из взбитых белков. Общение с такой женщиной – одно удовольствие. Безе умеют быть разными, нежными и тающими во рту, мягкими и жесткими, обычными и экзотичными, с фундуком, фисташками и в шоколаде. Вкус безе может быть совершенно непредвиденным и неожиданным. Наиболее сложный вопрос заключается в том, как добиться стабильности. Ведь то, что еще вчера казалось понятным, сегодня может иметь прямо противоположный результат. Безе – находка для любителей всего необычного и оригинального. Рыба-конфетка с ликером. Женщина-рыба желанна и нежна, нередко приводит к различным степеням мужского любовного опьянения, которое может закончиться полной зависимостью. Подходит для самых обеспеченных и респектабельных сладкоежек. Согласно астрологической конфетной теории, в ней есть та самая женская загадка, называемая таинственным шармом или изюминкой. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok